Всем привет! И снова мы снимаем видео про Sportage 2011 года из Нижегородской области. Машину привезли на ремонт двигателя. Все как обычно. Посмотрим салон, посмотрим пробег. Панорамная крыша здесь. Запустил двигатель. Кнопка старт-стоп здесь. Пробег по одометру почти 146 тысяч километров. У автомобиля второй владелец. Купил он его полгода назад. И вот приехал на ремонт двигателя. Сказать нам особо нового нечего по этим моторам. Очень много машин мы переделывали. Огромное количество. Видео не снимали. Почему-то снимаем видео по всяким Маздам, Апирусам и прочему. То, что мы делаем редко. Но то, что в принципе интересно зрителям нашего канала. А конкуренты наши не дремлют. Также снимают свои видосики про спортажи и АИКСы. И складывается впечатление, что мы про них забыли. На самом деле это не так. Мы их делаем очень часто. И решили снова открыть эту тему. Что нового могу сказать. Есть нюансы по запчастям. Есть нюансы по механообработке. Новые обстоятельства открываются. Ну и после ремонта уже есть пробеги по 80 тысяч. Так что это очень даже неплохо. Назад они до сих пор не едут. Прошло уже два года. Только что выгнали на улицу Мазду Тройку после ремонта. Как там мотор тихо работал. И как здесь трещит ужасно. Машинка на полном приводе. Клиент уже сам снимал правый привод. Менял сальник грязевой с крышкой. Рассказал интересную историю. Как они угловой редуктор снять не смогли. Просверлили отверстие. Закачали туда ВДшку. И после этого ему удалось разъединить ржавые шлицы. Мы взяли этот метод на заметку. Потому что нет, нет, но из сотни машин парочка бывает. У кого вообще редуктор невозможно снять. Просверленное отверстие он попросил заклеить. Хорошо намазюлили привод. Ремень, замена. Воздушный фильтр тоже. Сняли навесное. Впускной ресивер. Всегда они чистенькие под клапанной крышкой. Но это не должно смущать. Надо смотреть состояние внизу. На фазовращателях уже порядочный износ под цепью. Выработка на зубчиках приличная. Прокладка клапанной крышки превратилась в пластмассу. Снимаем переднюю плиту. Обозреваем цепь. Цепь уже порядком вытянута. Это можно определить по вылету штока натяжителя. Пробег здесь хороший. Демонтируем крышки распредвалов. Шейки в отличном состоянии. Ремонта здесь не требуют. Если вы видите у кого-нибудь, как скрипят болты при затягивании, знайте, этот человек не знает, как собирать двигатель. Так скрипеть должны болты только при откручивании, но никак не при затягивании головы. Сняли головку в сборе с коллектором, сняли угловой редуктор. И вот мы все искали-искали. Где что просверлили, пока не увидели. Вон отверстие, через которое они залили ВД-шку и только так смогли снять угловой редуктор. Метод, конечно, вообще интересный. Первый цилиндр, как обычно, у них нормальный. Четвертый продрало. Первый, второй, третий цилиндры тоже продраны. А отсутствие задиров по первому цилиндру связано вовсе не с тем, что помпа находится рядом, а с тем, что масло там разбрызгивается от цепи и форсунки цепи. По первому цилиндру попадает масляный туман. Вот так вот. Достаем блок цилиндров. К замене также приговариваем водяную помпу. Разобрал головку, рассухарил клапана. Направляющие втылки здесь в прекрасном состоянии. Головки практически неубиваемые. Клапана, конечно, нужно чистить, все мыть. Массовсемные колпачки старого образца. Темная резина снимается очень легко. Блок цилиндров демонтирован. Рассоединяем катализатор. Он находится в полу, далеко от двигателя. И оцениваем состояние керамики. В целом она нормальная. Немножко мусора там есть, конечно. Блок внутри. Чем дальше к четвертому цилиндру, тем все более желтый. Ну а почему не задирается первый цилиндр? Вы видите, здесь масляного тумана достаточно. Он смазывается. Неплохо смазывается. Еще и помпа рядом. Но практика ремонта G4NA двухлитрового следующего поколения двигатель показала, что там нет такой обильной смазки по первому цилиндру. И зачастую задирается еще и первый цилиндр. Хотя водяная помпа тоже находится рядом с первым цилиндром. Заводские пятачки под форсунки глухие. Мы будем устанавливать свои маслофорсунки. Масляный насос в хорошем состоянии. Замены не требует. Цены на запчасти постоянно пляшут. Поэтому каждый раз клиент радуется, когда приходят новости, что насос живой, что коленвал в отличном состоянии. Это все существенно уменьшает стоимость ремонта. Картина маслом. Три поршня задраны. Первый нормальный. Поршни внутри черные. Как видите, первому достается еще какое-то масло худо-бедно. А вот остальные уже почерневшие. Им достается мало что. Кольца почти легли. Маслосъемные кольца почти легли. Закоксованы. Блок отправляется в гильзовку. Головка прошла восстановительный цикл ремонта. Мойка, фрезерование плоскости, замена маслосъемных клопочков. Клапана почистили. Собираю. Головка готова к установке. Приступаю к сборке двигателя «Спортаж». Город Шахуне. Используются оригинальные запчасти. Специально делаю выкладку. Делаю фотографию клиенту. Вкладыши. Цепь масляного насоса. Полукольца. Башмачки. Магнитная пробка поддона. Не оригинал, конечно же, потому что завод ее не делает. И заводской садник. Блок загильзовали чугунными гильзами. Сделали плату хонингования. Установили форсунки охлаждения поршней. Фрезеровали под прокладку. Форсунки поставили. Установлена поршневая группа. Поршни я использую только заводские. Здесь на столе у меня выкладка запчастей, которые нам потребуются при сборке. Нет только водяной помпы и двух прокладок пускного коллектора. Мы их сейчас ждем курьером. Почти все используется оригинал. Кроме некоторых деталей, по которым мы нашли более лучшие заменители. Прокладка клапанной крышки заводская по качеству нас совершенно не устраивает. Либо на конвейеры они ставят качественные прокладки. На вторичный рынок идет какая-то фигня. Потому что мы уже видели три варианта заводских прокладок. И все это идет через дилеров. Свечи. Вкладыш выпускного распредвала, ролики, ремень, новые фазовращатели, оригинальная цепь заводская, натяжитель, болты, башмаки. Сейчас мы заняты установкой блока цилиндров в моторный отсек. Клиент сказал, правильно говорить, шахунья, а не шахунья. В общем, блок поставили, ставим головку. Собран ГРМ, проверены тепловые зазоры клапанов, все нормально. Все, можно закрывать переднюю плиту. Собирать дальше навесное. Мотор работает. Все хорошо. По срокам мы уложились в 13 дней. С момента начала разбора двигателей и до сегодняшнего дня. Бюджет ремонта 110 тысяч рублей, включая запчасти и отписку программы. Иногда пишут. Вот, мол, там что-то все растет. Так вот, господа, если вы еще не знаете, почему-то при неизменном практически курсе доллара цены на запчасти постоянно растут. Наша работа и механообработка два года не меняются в цене, но при этом все запчасти очень сильно дорожают. И это заметно. Вот так вот. Потому что кое-кто зарабатывает гигантские деньги на возе этих запчастей. В Корее они стоят копейки и никакой ответственности за них никто не несет. На этом все. Спасибо большое. До свидания.